С началом сезона все Рязанские театры распахнули свои двери для зрителей, больших и маленьких, таких как мы с вами, и совершенно особенных, людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, во время масштабной реконструкции Рязанский областной театр «Кукол» был полностью оборудован для маломобильных граждан. Пандусы, лифтовый подъемник, специальные места в зале – все это сделано для того, чтобы именно эта категория зрителей чувствовала себя здесь комфортно. Мне кажется, это вообще очень важно, неприменимо только к искусству, к театральному искусству. Это очень важно. Безбарьерная среда, вроде бы уже так все привыкли к этому словосочетанию, но действительно, ведь раньше, вспомните, мы этих людей практически не видели и думали, что у нас все хорошо, что их нет просто. А они просто находились дома, они не могли выйти буквально из своей квартиры. Сегодня на премьерный спектакль «Золушка» в Рязанский театр «Кукол» пришел Дима вместе со своей бабушкой и младшим братом. Места для них подбирали таким образом, чтобы мальчику было комфортно смотреть представление, ведь у Димы очень низкое зрение. Проблему обнаружили, когда мальчику был годик, но, к сожалению, полностью вылечить Диму не удалось. Он так-то стал близко, были носить игрушки, фантики, вот, для чего-нибудь близко. Ну, обратились к врачу и в два года нас определили, что у него высокая миопия, высокой степени. Вот, и нам дали у нас больницу, Семашка, там нас всех обследовали, дали инвалидность, детство он получил. И вот теперь мы каждый год, в год два раза, мы лежим в Семашке в больнице. Дима перенес уже две операции, в результате которых зрение немного улучшилось, но он все равно не обходится без специальных очков. Благодаря им Дима смог насладиться яркими спецэффектами и игрой актеров театра. Мне все понравилось, было очень хорошо. Диме вдвойне был интересен спектакль, так как мальчик сам играет в школьном кукольном театре «Петрушка». Вообще Дима очень активный, он посещает огромное количество кружков и увлекается спортом. Ну, я занимаюсь футболом, шашками, плаванием, художественным чтением. Больше всего мне нравятся шашки. Он уже не раз участвовал в областных и всероссийских соревнованиях по шашкам, где занимал призовые места. В общем, мальчик не чувствует, что он чем-то отличается от других детей, а бабушка отмечает, что с каждым годом им все больше уделяется внимания со стороны государства. Во-первых, он ездит каждый год на юг, поддерживает лечение. И с каждым годом лучше, лучше и больше к нам внимания. И они не так уже не считают себя, как говорится, что они инвалиды. Находят среди всех. Вот он играл, был и в конкурсе недавно, в связи с 121 годовщиной, Есенина был. По осеннему шепчат листья. Он принимал среди всех. Там не было инвалидов. Там были... Категория у него была от 12 до 17. Там были с училища. В основном были с Питера, с Москвы. И он сам занял лауреата. Эта улица мне знакома, и знаком этот низенький дом. Проводов голубая солома опрокинулась над окном. Были годы тяжелых бедствий, годы буйных, безумных сил. Вспомнил я деревенское детство. Вспомнил я деревенскую синь. Однако нужно понимать, что безбарьерная среда – это не только специальные приспособления, обеспечивающие определенный комфорт людям с ограниченными возможностями здоровья, но и отношение к этой категории граждан окружающих. Все чаще мы видим их на улицах, в библиотеках и театрах. И в наших силах сделать так, чтобы им было не только удобно, но еще и приятно находиться вне стен своих квартир.